о прошедших митингах последние недели написано и сказано уже чрезвычайно много проанализированы все последствия ход митинга в общем то прошли все споры о численности митингующих я бы хотел поговорить о реакции власти на эти события любопытно что интерпретация провластных сми и интернет-троллей которые работают на башкирскую власть она менялась на протяжении последних дней если изначально звучало что эти протесты это протесты маргиналов которые это значит незначительные немногочисленные и вообще ничего не значит и безусловно эта интерпретация была адресована не столько жителям и граждан республики сколько кремлю которому нужно срочно объяснить что происходит башкирии то концу недели появились разговоры о заговоре о каких-то темных силах которые значит раскачивают лодку и так далее очень показательно была речь господин нагорного главы администрации хамитова который значит сообщил широкой общественности о том что какие-то самозванцы значит от имени башкирского народа и там других народов башкирии диктуют свою темную волю значит властям и так далее это говорит о том что власти в растерянности что они не знают как объяснить подобную активность и подобную массовость этих событий кремлю кремль очень пристально наблюдает за эти за этой истории показательно что события в башкирии в общем-то дали толчок обсуждению рассуждением подобных вопросов в соседних национальных республиках в чувашии в удмуртии лидеры культурного сообщества чувашии уже написали открытое письмо владимира путину по поводу языка и так далее очевидно что власти башкирии не очень понимаю что с этим делать очевидно что они не готовы ни к каким диалогам хотя бы потому что в ответ на эти события было быстро и экстренно проведено целый набор мероприятий таких в общем-то традиционных и достаточно смехотворных это пресс-конференция лидера круто башкир совместная с начальницей общественной палаты башкирии в которой они заверили значит трудовое крестьянство в том что не позволят использовать национальный вопрос и так далее и так далее это некая конференция об опыте межнационального согласия которая прошла в соборе русских ну и еще несколько мелких мероприятий которые были спешным образом запущены дабы подтвердить неоднозначность ситуации башкирии все это конечно наблюдать очень грустно потому что все эти технологии они давно уже умерли подобными увещеваниями общем то никого наверно не удивить и не вдохновить а на диалог с условно противоположной стороной власть так и не готова еще одним аспектом вот этих событий и очень важным аспектом является то что протестующие против нынешней ситуации башкирии в общем-то стоят на пороге того чтобы отождествить ситуацию в республике с действиями властей в россии с федеральными властями еще немного и в общем то в этой ситуации будет обвиняться и сам путин и его правительство и так далее так далее вот это конечно кардинально изменит ситуацию на политическом поле республики и наверное в общем то вызовет реакцию со стороны федерального центра будем ждать будем смотреть какие произойдут ответные реакции какие будут сигналы из кремля надеюсь что здравый смысл все-таки будет включен постоянно задается вопрос прекратился ли конфликт между елаловым и хамитовым безусловно нет несмотря на то что на них цикнули из кремля и запретили подковать в открытом поле под ковром все эти процессы продолжаются подтверждение этого выступления на прошедший во вторник оперативки эрика елалова которая содержала заявление о том что он ерек елалов не оставит в беде учителей башкирского языка по меньшей мере подобное заявление звучит как попытка подмена собой высшей власти в республике то есть министерство образования не губернатор будет этим образом заниматься гарантом безопасности учителей башкирского выступил у нас теперь и ирика шмухамедович достаточно забавное заявление она конечно пустое но зато носит отчетливый характер конфронтации с хамитовым и его правительство посмотрим как ирика шмухамедович защитит страдающих учителей башкирского языка несмотря на некий упадок экономики и замирание экономических процессов в башкирии в уфе на этой неделе некоторые процессы стали возобновляться например возобновился процесс поиска пропавшего миллиарда из фонда расселения ветхого жилья который вроде бы уже затих этот процесс как-то все подзабыли и вдруг снова выйдет в скором времени передачи гатерка башкортостан о этой этой проблеме видимо возобновляться какие-то следственные действия мне задали вопрос против кого эта история то есть кому она несет больше ущерб и валову или хамитова но судя по всему конечно в этой истории поучаствовали обе группировки потому что интерес к этим процессом и попытка их замять проистекает из окружения хамитова и толкачева и несомненно что и валов и его группа конечно тоже поучаствовали в пропаже этого миллиарда соответственно наверное коснется всех а также продолжают следственные действия в отношении фонда жилищного строительства республики башкортостан которому непосредственно отношениями господин нагорный там в общем то я так понимаю что дело движется к открытию уголовных дел и конечно это коснется ближайшего окружения хамитова то есть по мере того как кончаются деньги в стране начинаются процессы поиска украденного так условно если это все сформулировать и конечно это коснется тех граждан которые в этом сильно-сильно поучаствовали в последние годы возвращаясь к сюжетам которые были в наших предыдущих выпусках хотелось бы рассказать о том что на прошедшей неделе депутат государственной думы гаджимурат амаров лично встретился с министром образования российской федерации и сообщил ей о ситуации с увольнением незаконным увольнением директора школы кривооса в белорецке недавно сергей михалыч миронов озвучивал на пленарном заседании проблему связанную с республикой башкортостан городе белорецкий 21 школа глава администрации района потребовал объяснительную на каком основании руководитель школы с местным комитетом провел встречу с депутатом государственной думы просьба разобраться с этим фактом ведь так не должно быть не соответствует закону какой авторитет после этого у директора школы и у других школ если главы администрации могут себе позволять подобным образом относиться к взрослым уважаемым людям которые делают очень много для образования на открытие пленарного заседания и я с письмом оргирование направлен потому что я там все изложил ну очень правильно все сказал но там конечно это вот полный беспредел и просто ужасающая ситуация простите как раз к аргументу управления школами школы не подчиняются в жизнь школ не подчиняются регионам то есть школ не будет ни одна школа в стране кроме тех шести учредителями которые являются министерство министерство не подчиняется это вот о чем мы с вами говорим понимаете это еще может быть дополнительный акцент аргумент аргумент кому что мы сейчас с вами видеть госпожа васильева выслушала и в общем-то обещала разобраться в этой ситуации будем надеяться что федеральные силы смогут справиться с произволом который царит белорецкий и справедливость в отношении господина кривоуса восторжествует а также депутатами государственной думы были направлены запросы в отношении ситуации с незаконно построенной дорогой стереотомакия и детьми которые в общем-то страдают и смертельно больны в результате строительства этой дороги очень надеемся что то эти запросы в генеральную прокуратуру и в контролирующие органы российской федерации возымеют свое действие и хотелось бы отметить что на фоне разворачивающей истории вокруг этой стереотомакской дороги главный виновник всей этой истории алексей изотов в общем-то никак не реагирует на это все более того он беззаботно и весело встречается со всякими странными американскими делегациями борется за мир во всем мире и совершенно очевидно что на своих непосредственных избирателей в городе стереотомаке господину изотову в общем-то наплевать на этой неделе вышла информация о том что правительство в республике башкортостан принято некая программа и заложено финансирование процесса возвращения 700 сограждан в республику башкортостан вообще вся эта история вызывает конечно массу вопросов что это за цифра 700 как повлияют 700 человек на ситуацию в башкирии из которой происходит совершенно беспрецедентный отток населения дееспособного населения грамотного из башкирии уезжают молодежь из башкирии уезжают профессионалы уезжают фатарстан в москву вот куда только не уезжают и тут появляется программа возвращение 700 человек что это за 700 человек откуда взялась эта цифра как будут тратиться государственные деньги на это все вызывает массу вопросов в общем то конечно сразу же закрадываются сомнения в эффективности подобных подходов и ощущение того что это очередной там небольшой маленький такой распил легкие на коленке когда приедут люди не приедут это трудно будет потом проверять трудно будет доказывать что они приехали именно по этой программе и вообще приедут ли они а программу у нас конечно безусловно будет реализовано то есть деньги будут освоены подключат к этому каком министерство труда социальной защиты и всеобщего счастья какую-нибудь общественную палату которые у нас способны на подобные деяния и в общем-то реализуют благополучно вопрос только в том что вот эта программа это пожалуй квинтесенция того насколько местная власть понимает актуальность вот этого оттока населения насколько она готова в общем-то менять обстоятельства пребывания здесь для людей они решили выделить сами себе денег чтобы вернуть 700 человек реконструкцию и благоустройство города уфы конечно нельзя сравнить с московской но учитывая разницу масштаба городов конечно можно соотносить как в любом на другом городе мэр уфы понимает ее по-своему наш понимает ее как-то весьма извращенно бесконечно долго строили аллею на улице революционной то что там получилось конечно вызывает массу вопросов какие-то столбы серенькие металлические заборы ванных и скамейки поставили в общем конечно весьма спорная конфигурация не какому разрешению проблемы с парковками или проездами это конечно не способствовало ну ладно но хотелось бы поговорить больше про вот эти какие-то странные малые формы вот эти непонятные скульптуры которые наводняют центр вызывая восторг исключительно у администрации советского района значит у нас появился верстовой столб так называемый виде непонятный то ли это крест то ли это какой-то указатель еще что-то у нас появилась бездомная семья на проспекте которая выкрашена в краску вызвавшую уже достаточно такие спорные комментарии люди спрашивают это простите шоколад или что-то другое вот что хочет нам мэрия сказать этими памятниками вот этот дедушка с корзинкой это безусловно критерии и показатели уровня вкуса художественного вкуса нашей мэрии людей которые этим занимаются им это все очень нравится они этим гордятся но мне это все напоминает ту надпись которую делали слабо грамотные но очень шустрые купцы в россии восемнадцатого века они написали на подарках и чего люблю того дарю вот примерно так это выглядит вот то что понравилось нашим плохо образованным руководителям города он они нам дарит они нам ставят ну собственно за наши деньги и активное движение вандалов в отношении всех этих памятников она наверное во многом иллюстрирует отношение людей к подобным артефактом потому что если бы людям действительно искренне это нравилось наверное рука не поднялась подобные вещи мы только-только избавились от безумного клоуна который чуть не стал символом уфы как в ответ получили вот этих вот персонажей расставлены по всему городу это безусловно печально